Бакаш на Глотова. Глотов дальше на Дебленко. Дебленко находит Мишенко. Ваня может щелкнуть отсюда. Бросает гол. Это в принципе то, что нам было надо. Ваня Мишенко сокращает разрыв в счете. И забрасывает нашу первую шайбу в этом матче. Да. Да, это то, что было надо. То, что было надо уже давно. Но вот если бы еще в свои ворота не забрасывали, было бы все. Вообще прекрасно. Здесь Глотов на Дебленко. Дебленко нашел Мишенко. Ну и Ваня в таких ситуациях бросает в 90% случаев. Никого нет. Пожалуйста, бросай. И попадайте, если не ошибаюсь, даже ближнюю девятку ворот под Епольску. Еще будет удаление. Отдавайте шайбу. Отдавайте шайбу срочно, ребята. Надо играть 5 на 3. Мишенко заряжает. Гол! Гол! Вот это да! Ближнюю девятку залетает. Шайба. Ворот под Епольского. Ух, а я говорил, отдавайте шайбу. Но Леопарды были уверены в том, что смогут забросить. И Мишенко поражает ближнюю девятку ворот под Епольского. Это был отложенный штраф, когда мы уже играли в формате 5 на 4. Это значит, что время удаленного уже игрока, это 14 номер Йонас Нятинин, обнулиться. Он выйдет на площадку. И в свои две минуты начнет сидеть новый игрок в Северстале. То есть у нас снова будет полновесная две минуты в большинстве. А здесь передача на Мишенко. Там вратарь лежал какую-то секунду, не видел этого Ваня. Ваня бросает и гол! Гол! Гет-трек Ивана Мишенко в этом матче! Вот это да! Вот это игра! Просто все перевернулось с ног на голову в этом матче. Ваня Мишенко просто главный герой этой игры. Бросайте, болельщики, кепки на лед, потому что он это заслужил. Ваня Мишенко злой гений Северстали. И, наверное, лично Владислава Подъебольского. Хет-трик защитника в игре. В такой важный момент! Ваня все радуется на площадке. Радующий я вместе с вами, друзья.